Итак, доброе утро! Всем доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Тору. Мишли, 14 глава, и постоянство – это главное качество, которое приводит человека к успеху во всех сферах жизни. Постоянство, настойчивость. Прямо как нас учил сегодня же праздник Лагбаумер, и учителем Раби Шиман Бар-Вюха был Раби Атива. И Раби Атива, он является эталоном в пути в Тори. То есть он такой, как сказать, ролевая модель такая, особенно для всех нас. Всем шалом, всем доброе утро! Я сейчас немного расскажу про Раби Ативу, и потом перейдем на Раби Шиман Бар-Вюха и его ученик. Сегодня в праздник Лагбаумер – это когда ушел из этого мира Раби Шиман Бар-Вюха, и он, когда он уходил из этого мира, он открыл тайны Торы, невероятные тайны Торы, открыл своим ученикам. Потом эти ученики эти тайны Торы передавали через книгу Зоор. Есть такая книга Зоор «Сияние». Они передавали эти тайны Торы до нашего поколения, и вот мы каждый год празднуем этот день, когда открылся вот этот свет, великий свет открылся. Но я начал говорить про Раби Ативу, у него была очень интересная история. Раби Атива, его называют, его звали Атива Бен-Юсеф, он был сын Дерим, он был сыном принявших иудаизм, так говорит традиция. И он, когда он вырос, он был пастух, работал пастухом. Это очень интересно, что все великие персонажи, назовем так персонаж, можно сказать, великие личности, которые передавали Тору, все были пастухами. Очень интересно. Авраам Авину был пастух, Ицхак был пастух, Яков был пастух, Мошер Абену был пастух, Давид Амел, царь Давид, был пастух, и Раби Атива тоже был пастух. То есть пасти овец, мы видим, что это путь к величию в Торе. Надо завести овец, собираюсь я, значит, с Божьей помощью заведу себе овцу. Может быть, это как-то поднимает очень сильный духовный уровень, надо попробовать. Буду с ней ходить гулять, тут пасти овцу, надо попробовать. У меня как раз рядом есть тут место, где можно пасти овец, можно прокат возьму. Теперь дальше. И вот Раби Атива, он пас этих своих овец, и его увидела, знаете как, ищите женщину, ищите женщину, его увидела дочка, звали жену Раби Ативы. Как ее звали? Рахель. Звали ее Рахель? 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 Тоже вдруг, я никогда не обращал внимания, Рахель это тоже овечка, переводится. Рахель это овечка, значит, он пас овец, и тут его увидела девушка по имени Овечка, и она была дочкой олигарха того времени Кальбы Савуа. Тогда были, видите, совсем другие были фамилии, имена, ее папу называли Кальба Савуа, сытая собака. Какая-то очень... Еврей здесь мне напоминает индейцев. То есть, когда читали мы про индейцев, это была там быстрая лань, это у евреев имена такие, значит, овечка. Папа ее звали Кальба Сытая Собака, да, дочка сытой собаки. Потому что от него уходили все сытыми, как в мультике, помните, когда волк пришел в гости к собаке, он уже выходил, сейчас в пою, и он такой сквозь забор проходил. Вот так от него все гости уходили. И это Рахель увидела, дочка олигарха, увидела очень вот этого пастуха Ативу, и она его когда увидела, она увидела в нем огромный духовный потенциал, так говорит традиция. И она ему сказала, что ты не должен быть пастухом, ты должен учить Тору для того, чтобы реализовать свой огромный духовный потенциал. И если ты согласишься учить Тору, то есть именно пойти, стать на путь этого духовного развития, она говорит, я выйду за тебя замуж. Она, видно, была очень красивая, Раби Атива сразу согласился, и он сказал, да, хорошо, я выйду, я женюсь на тебе, все, я иду учить Тору. Все, он ей пообещал идти учить Тору, он пошел учить Тору, а папа ее говорит, я тебе не дам выйти замуж за вот этого вот пастуха безграмотного, ты дочка олигарха, и ты должна выйти уже за готового мудреца Тору, что ты выходишь замуж за, у него потенциал тебе кажется. Она говорит, нет, я выхожу за него замуж. И она решила выйти за него замуж, и пошла против воли отца. Очень интересная тоже история. Когда он пошел в Ешиву, он год отучился в Ешиве, и у него ничего не получилось. То есть ничего у него не получилось, он ушел из Ешивы, потому что папа ее выгнал из дома, у них родился ребенок, надо было кормить ребенка, и они оказались в очень плачевном состоянии. Эта девушка Рахель, ее муж Атива, и они жили в сарае, у них было очень все плохо. Ну, в плане вообще, то есть они жили в сарае, так говорит предание. Жили они в сарае, и мало этого, тут две детали о их жизни в сарае. Значит, у него ничего не получилось, из Ешивы он ушел работать, продолжал он дальше пастухом, но вот два эпизода из их жизни в сарае. Значит, первый эпизод, они лежат в сарае, и он ей, у нее солома в голове, а он ей говорит, вытаскивает эту солому и говорит, ничего, говорит Рахель, когда-нибудь я стану богатым, и я тебе подарю золотую диадему Иерушалаем, золотой Иерусалим. Тогда была самая, видно, козырная одежда, как кокошник такой, только Иерусалим золотой. И он ей говорит, такой у него был оптимистичный подход к будущему, он ей говорит, я еще тебе подарю золотой вот этот вот Иерусалим на голову, такую корону. Это первый эпизод. Второй эпизод, о котором я вот вспоминаю, как такая иллюстрация, картинка, ночью стук в этот сарай, и приходит какой-то человек и говорит, у меня сейчас жена рожает, и нет у нас даже соломы. И Атива тогда, он говорит своей жене, Рахель, видишь, как люди плохо живут, еще хуже, чем мы, давай им поможем и отдадим нашу солому. И они отдают им свою солому, на которой она могла родить. То есть мы видим качество, доброта, оптимизм, позитивное мышление, и все равно амбиции у него были, что он когда-нибудь ей подарит золотой Иерусалим. Теперь проходит еще год, и его ничего не получается. Вот он, сыну уже три года их, да, получается, они два года, два-три года они жили в большой бедности. И следующий эпизод, он идет, пасет овец своих, и он видит, как в одном месте тропиночка такая, природа, и он видит, как в одном месте водичка из выпада, идет родник такой, да, и вода капает на камень в одном месте, да, из скалы. И там, где вода капает на камень, она сделала дырку в камне. И он останавливается, тут мы видим, что он наблюдательный, да, был такой наблюдательный и осознанный, смотрит на эту воду, и говорит, если, говорит, вода сделала дырку в камне, то неужели слова Торы, которая и огонь, и вода, это Тора, это как огонь, это мысль Бога, неужели она не пробьет, не пробьет путь в моем вот в этом вот мышлении? Точно пробьет, то есть Тора, это она же важнее, чем вода, она сильнее, чем вода. И он говорит, наверное, неправильно просто учился, наверное, неправильно учился, и он садится в хедер вместе со своим трехлетним сыном, и начинает изучать Тору с алифбет. Алифбет это алфавит. Алифбет, диммл, далет, эй. То есть идут, он начинает учить, как учат детки. Его дети выучил он алфавит. Потом он начинает учить самые простые вещи. То есть он первый раз, когда он перешел уже во взрослом возрасте, он начал сразу пытаться схватить уже вершины Торы, да? Но он в этот момент, он понял, что надо идти выстраивать фундамент. И он с ребенком, он отучился, потом он сразу пошел слой за слоем, слой за слоем, он начал выстраивать базовый уровень, и дальше в сорок лет, в сорок лет начался вот этот вот его второй цикл поход на Тору. И дальше есть, он после этого учился, в сорок лет он учился до восьмидесяти лет, он был учеником у самых великих мудрецов Торы того времени. Он от них учился, не отходя. Все, что они говорили, делали. Про Рай Беативу рассказывают, что даже он хотел проследить, как ведет себя его учитель ночью, так он под кроватью у него спрятался, чтобы узнать, как он с женой вообще ночью. А тот ему учитель говорит, слышит там, он говорит, ты что делаешь здесь? Он говорит, я хочу узнать Тору, я должен все знать. Вот все я должен знать, вплоть до мельчайших деталей, представляете? В общем, у него была такая преданность Тори, что в 80 лет он стал самым великим мудрецом в народе Израиля, возглавил народ Израиля, и с 80 до 120 лет он уже был великим рабе Атива, который вошел во всю историю. Я говорю, рассказываю даже, что как-то Бог, как-то Маше Рабейну уже там в раю, в духовном мире, он пришел к Богу и говорит, покажи мне самого великого человека в Торе, который есть. Ему Бог показал рабе Ативу. И тогда Маше Рабейну послушал, что говорит рабе Атива, его толкование Торы. И он Маше Рабейну не понял, что рабе Атива говорит. Он говорит, это что, та Тора, которую я получил и передал, и там вот этот нюанс я не помню, но, в общем, как раз рабе Атива в этом уроке он сказал, это то, что Маше Рабейну получил от Бога на горе Синай. То есть Тора уже к тому времени до Маше Рабейну, от Маше Рабейну получения Торы до рабе Атива, это разрушение второго храма, прошло уже полторы тысячи лет. И Тора, она же, она разворачивается, она как мир разворачивается, так же вот это знание все разворачивается. И рабе Атива, он уже, уже он был на таком интеллектуальном уровне, что даже Маше Рабейну это не понимал. Но корни это были, корни были те же корни, которые, которые именно Бог, эти Тора, он творил мир. В общем, вот такая история. Рабе Атива передал, передал всю свою Тору, передал Рабе Шиман Барюха, это был его ученик. Вначале было 24 тысячи учеников, которые погибли, как раз была эпидемия, и этот день еще праздничный, да, сегодня 33 день Омера, Лагба Омера, это 33 день счета Омера, от Песаха до Шавота, до Дарования Торы, 49 дней считают как раз. И сегодня 33 день, и вот в эти дни, от Песаха до этого дня, это тоже очень напоминает этот год, умерло 24 тысячи учеников Рабе Ативы от эпидемии, которая очень была похожа на коронавирус. Они задыхались и умирали. 24 тысячи учеников умерли, и когда Тора выясняет, когда есть неприятность, надо понять, за что она пришла, то вошло в традицию, что они умирали, потому что они не уважали друг друга. Они были великие люди, каждый по отдельности в Торе, но они без уважения относились друг к другу, а когда ты поднимаешься на высочайшие уровни постижения Торы, то есть ты приближаешься к Богу как бы вот близко-близко, потому что Тора это как идет от Бога, с неба, и ты когда изучаешь Тору, ты поднимаешься по ступенькам, по ступенькам, по ступенькам, и в какой-то момент ты входишь уже в контакт с Богом через изучение Торы, на очень как заходишь в его дворец Бога, и на том уровне, если у тебя нет уважения друг к другу, то есть они умерли, потому что у них не было уважения друг к другу, на каком-то уровне, на таком, ну там на рынке стояли бы, если бы они, они бы не умерли, ну типа, как бы все очень-очень зависит от того, насколько ты близок к Богу, Бог это как свет, который, как свет, который, чем ты выше поднимаешься, тем больше видны пятна и пробои, понятно, да, и значит они умерли, 24 тысячи учеников, началась эпидемия, и в Лагбаумер она закончилась, но учеников не осталось, и Раби Атива взял себе пять новых учеников, и Раби Шиман Барюха, это был один из этих пяти новых учеников, которым он передал всю Тору, вот такая вот история, значит, а мы продолжаем изучать Мишлей, у нас есть своя программа, и сейчас уже мы вот, сегодня изучим несколько еще отрывков, из 14 главы, все, значит, всех с праздником Света Торы, сегодня Лагбаумер, а мы изучаем 26 отрывок, 25 отрывок был о том, что спасает души свидетель истины, а тот, кто говорит пустое, он ведет к обману, дальше мы изучили, 26 отрывок мы изучили, страх перед Богом, он делает крепкую опору, и сыновьям будет защитой, тот, кто соблюдает заповеди, у кого есть страх перед Богом, он это передает защиту на следующие поколения, мы это изучили, сегодня 27 отрывок, 27 отрывок, Ират, Ашем, Макор, Хаим, страх перед Богом, источник жизни, Лясур, Мимакшей, Мавет, для того, чтобы отодвинуться от ловушек смерти, здесь еще раз нам царь Соломон, Шлома Амелагда, 27 отрывок, он нам еще раз говорит о, о приоритетности, и о сути вообще служения Всевышнему, значит, Тора, как знание, это некая интеллектуальная система, и человек, постигая какие-то идеи, он наполняет свою голову, он как бы строит модель мира, в которой он своим знанием, да, вот, когда, например, есть слово такое, «юдея», «я знаю», вот я, например, «я знаю», а не «юдея», вкус, «я знаю», вкус фихуахуа, фихуахуа, например, «я знаю вкус», «я его ел фихуахуа», но если я кому-то буду рассказывать о фихуахуа, и даже я буду рассказывать, «я его ел», но человек может сказать, «я знаю фихуахуа», Только если он его поел. Понятно, да? Теперь вот это вот знание, а если человек никогда не слышал про фихуахуа, вообще ни слова такого не знает, ни фрукта не видел, ему никто не рассказывал про фихуахуа, он вообще, у него нету в его модели мира, нету этого фихуахуа. Теперь то же самое, есть очень много людей, у которых в их модели мира, у них нет Бога, они не знают про Бога, они ничего не слышали, то, что они слышали, это не про Бога, скорее всего, это обман, потому что есть известная история, как один комсомолец пришел к Равину и говорит, я хочу с вами дискутировать о Боге, я вам сейчас докажу, что Бога нет. А Равин его спрашивает, говорит, а скажите, когда вы говорите слово Бог, что вы имеете в виду? Он говорит, я имею в виду дедушку с бородой, который сидит на облаке, который говорит, что будет. Равин говорит, у нас нет дискуссии, я не буду с вами дискутировать, в такого Бога я тоже не верю, такого Бога нет, мы с вами на одной позиции. То есть человек, когда говорит слово Бог, он подразумевает что-то свое. Когда человек ничего об этом не знает, то естественно, что слово Бог, это просто для него какая-то фикция, иллюзия. Теперь, когда начинаешь изучать Тору, то у тебя появляется некая модель, но это все равно модель, это как рассказ о фихуахуа, то есть ты его, ты не попробовал это фихуахуа, у тебя нет чувственного соединения с фихуахуа, у тебя есть только рассказы об этом фрукте. Понятное дело, что такое знание о Боге, оно не является чем-то для человека значительным и существующим, то есть это рассказ, это рассказ, это идеи, это размышления, это некая классная такая история, которая очень удобная, иногда удобная, иногда неудобная и так далее. Но, ират, страх перед Богом, это чувственное, это чувство, это как покушать, ощутить вот этот вкус фихуахуа. Ну так, лявдель, это просто объясняю на понятном примере. То есть, когда человек начинает размышлять о Боге, и он себе представляет не картинку Бога, а он себе представляет, что все мироздание, Бога нельзя представить как картинку, потому что вся вселенная, все мироздание находится в Боге. Как можно представить, то есть ты вселенную не можешь представить, а как можно представить того, в ком оно находится, и кто сам по себе бесконечный. Это нельзя представить. Но когда ты об этом думаешь, что есть этот тот, который сотворил вселенную и дает ей существование, ты его представить не можешь. Но когда ты думаешь об этом, ты можешь испытать страх, трепет, потому что от него зависит, будешь ты жить, не будешь ты жить, то есть будет мир существовать или не будет мир существовать. И когда человек, он об этом начинает думать, у него внутри должно проснуться вот это чувство, которое называется ирата-шем, страх перед Богом. И тогда, так как Бог это источник жизни, вот это здесь и написано в 27 отрывке, ират, трепет, вот этот страх перед Богом, он становится источником жизни. Он становится тем штифтом, на котором тогда вся система подчинения Богу, выполнения заповедей, не, есть, пертепот мы учили, очень такая сильная мишна, делая его волю, как ты делаешь свою волю, то есть выполняя его заповеди с тем же желанием, как ты выполняешь свои какие-то желания, и он выполнит твою волю, как его, тогда ты с Богом соединишься, выполняя его заповеди. Бателе рецункоми пнея рецуно, то есть отмени свое желание перед желанием его, тогда он отменит, когда кто-то будет против тебя желать, он отменит их желание. То есть, когда человек, у него есть вот этот страх перед Богом, тогда ему легко, достаточно легко, через вот этот страх присоединиться к заповедям и не как бы воздержаться от запретов. То есть, вот этот вот страх перед Богом, он становится для человека тогда источником жизни, и он ему помогает спастись от ловушек смерти. Чтобы понятно было, как это работает, я чуть приведу пример из психологии. Например, человек, который любит, любит он бурекасы какие-нибудь, пирожки. И вот ему врач говорит, послушай, тебе пирожки есть нельзя, ты умрешь, если будешь их есть. Человек послушал врача, врач ему так спокойно говорит, ты знаешь, тебе пирожки есть нельзя, будешь их кушать пирожки, ты умрешь. Человек говорит, а когда? Врач говорит, не знаю, ну как бы это, тебе нельзя пирожки, они сократят твою жизнь. Человек такой думает, ну, пирожки врач сказал, мазал, а может я там статистика говорит, что может я от другого умру, не от другого. И он так размышляет на эти темы, есть ему пирожки, не есть ему пирожки. То есть, пока это для него чистая теория, чистая теория и, скорее всего, если он увидит аппетитный пирожок, то он про врача забудет в 3 секунды и он себе как бы объяснит, что, а, ладно, врач ошибся. То есть, это интеллектуальное отношение к опасности от пирожков. Теперь, ну, если этот человек увидит, вот просто ему сказать, закрой глаза, представь пирожок, ты кусаешь пирожок и он превращается в стекла у тебя во рту и режет тебе рот. Вот представь это, просто почувствуй, как стекло скрипит у тебя на зубах. И он, если он один раз прочувствует вот эту боль от пирожка, просто даже вымышленную боль, он уже будет намного меньше хотеть пирожок. А может вообще, знаете, можно, я когда-то просто, ну, занимался психологией в этой сфере чуть-чуть, да, и я помогал людям вызвать фобию от пирожков, от того, что им нельзя, из-за, врач сказал, но им хочется. Но если, если просто поработать с воображением и представить вот этот страх от, боль, страх от того, что раньше тебе хотелось, то они пирожки, люди переставали есть вообще. Они просто убегали, слышали слово пирожок и убегали от этого пирожка. Так, то же самое, то же самое, вот здесь нам царь Соломон, он нам советует в 27-м отрывке 14-й главы, он нам говорит, страх перед Богом источник жизни. То есть, бойся Бога, заповеди его соблюдая, в этом весь человек, это так царь Соломон закончил книгу Коэлит, Экклезиаст, в конце он подводит итог. Совдавара коль нишма, в конце концов, все понятно. Это айлатимыра, Бога бойся, митсватав шмор, заповеди его выполняй. Физе коля адам, в этом весь человек, это смысл жизни человека здесь. И вот этот вот страх перед Богом, мы уже знаем точно, что это источник жизни и помогает он избежать ловушек смерти. То есть, зло, любое зло, любой грех, это ловушки смерти. Все. Теперь, ну на этом мы закончим, уже 25 минут прошло. Давайте мы сегодня тогда выучили только 27-й отрывок. И пускай будет страх перед Богом источником жизни. Потому что благодаря этому страху появляется сила выполнять заповеди, появляется сила избегать запретов, появляется сила выполнять заповедь любить Бога, потому что есть Бога бойся и есть Бога люби. Понятное дело, что Бог, он хочет нам добра, но он так специально сделал, что внутри у человека есть животное, которое ведет человека в другую сторону от Бога. И только через страх перед Богом мы можем это животное оседлать и победить. А когда есть страх перед Богом источник жизни, тогда всю жизнь можно наполнить любовью к Богу, любовью друг к другу, выполнять все заповеди Бога. Все заповеди Бога это добро, хэсет, милосердие, любовь и так далее. Но так система работает, что есть зло, есть грех и это надо избегать. Все. Вот как раз 27-й отрывок. Страх перед Богом источник жизни. Отдалиться от ловушек смерти он нам поможет. Вот все. Чтобы нам страх перед Богом помог отдалиться от ловушек смерти. И чтобы мы были как раби Атива в 40 лет начали учить Тору плюс-минус. И к 80-ти годам как раз стали великими людьми в Торе. Это достигается ежедневным изучением. Капелька за капелькой, капелька за капелькой. Вот Юрий Сахно, молодец, пишет на иврите. Тогда раба. Отлично. Шавуа Тов, видите, уже Деоргий Нимин, я тоже выучил иврит. Правильно, вот так нужно подходить. Тогда пишет Наоми Антамонова. И молодцы. Каждый день по чуть-чуть можно выучить 22 буквы. Потом начать читать Тору в оригинале. Потом начать читать Раши в оригинале. Потом начать читать комментатора в оригинале. И когда вы... Это уже будет не рассказ на русском о фейхуа, а вы уже попробуете Тору более близко через 22 буквы, которыми Тора была написана. Все, удачи, успехов. Всем хорошего дня. Все, пока.